Добрый вечер! В том числе крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРУ и ПВО подводный беспилотник новое лазерное оружие. Об этом в послании в Федеральном собрании 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем и воеводы. Сармат будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодолениями ПРУ. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки. У воевода дальность 11 тысяч километров. У новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Сармат это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРУ ему не помеха. Дальность. Ничего подобного в мире ни у кого нет. Когда-нибудь появится, но за это время наши ребята что-нибудь придумают, сказал Путин. Собственно, о чем свидетельствует сегодняшнее это послание? Для кого оно было? Кто адресат? Нет, это, конечно, адресат все внутренние потребители. Это для внутреннего потребителя, это, очевидно, самый главный адресат. Ну и для внешнего тоже. Но тут надо понимать, что я бы не торопился со словом, например, создали. Далеко не факт, что они его создали, потому что, вы заметили, все новости в России, они всегда в будущем времени. Они всегда в будущем времени, а потом время проходит, а они забываются. Вот у нас там создавали новый суперскоростной трамвай, для которого просто оказалось, что не могут делать колесную базу. ПАК-ФА у нас создают уже, я уж не помню, сколько лет 20, и до сих пор его не создали в Сирии. Две штуки там перекинули, но для него нет пока еще вооружения. Армату то ли создали, то ли не создали, то ли она есть, то ли ее нет, то ли она работает, то ли не работает. Булава то ли летает, то ли не летает. И все вот эти вот вещи, они все в будущем времени. Посмотрим, надо посмотреть, сейчас информации мало. Если говорить именно о Сармате, то ничего нового в этом вообще нет. Потому что это, ну, весь мир уже, я вам знаю, тоже у меня новость, да? Великая ядерная держава научилась клепать титановую трубу, которая может летать, подниматься на 100 километров в космос. Бог ты мой, вот новость-то какая. Я вот тут парня одного знаю, он умеет такие титановые трубы клепать на Марс, говорит, скоро полетит, а не во Флориду. Поэтому здесь ничего нет. Самая основная, самая интересная новость, если у них действительно получилось это сделать, это, конечно, этот ядерный двигатель, ядерная энергетическая установка. Но тут информации нет, мы можем только догадываться. Подождем, посмотрим. Меня во всем этом гораздо больше радует другое. Так же Путин говорил не только про вооружение, про ракеты. Нет, но при том, что его послание длилось час и 56 минут, 42 минуты из них он посвятил непосредственно обороноспособности и вооружению. Поэтому, естественно, это возбудило медиапространство больше всего. Ну вот, он же помимо этого говорил еще там что-то про то, что самое главное это не отставать технологически, что там мозги, уровень жизни, борьба с бедностью, ля-ля-ля, тополя. Вот эту всю ахинею он несет уже 18 лет. Вот 18 лет ровно все одно и то же. Это был его предвыборный, безусловно, такой предвыборный спич. За все 18 лет ничего из того, что он говорил, не исполнилось ни разу. Вот эта вот ВПКшная тема, оборонная тема, она новая, этого давненько не было, но этого не было со времен Хрущева. Вот я бы, Владимир Владимирович, посоветовал бы снять ботинок, еще по трибуне постучать, про Кузькину мальчик сказать. И было бы, конечно, абсолютное ощущение, абсолютное дежавю. Но я категорически, я их категорически поддерживаю в создании всех этих крылатых ракет, подводных беспилотников, МБР, этих ядерных двигателей. Я только обеими руками и ногами за. Потому что все это величие они никак не могут понять одного на дворе 21 век. В 21 веке уже никто не воюет танковыми дивизиями, никто не воюет строем плотным гусар летучих, никто не воюет баллистическими ракетами. Ну, если не будет, конечно, ядерной войны, а я все-таки думаю, что и не будет. В 21 веке воюют олимпиадами, чемпионатами мира по шахматам, воюют мозгами. Из России мозги бегут только в путь. Ученых там сажают только в путь. Людей, которые пытаются делать новые технологии, сажают только в путь. Не знаю, Геймсман с новоселом в Британии. Этот, господи, как же его теорию. Ланде, Линде, Ланде вылетело из головы. В Америке, Филиппенко в Америке, мозги из России бегут. Ну, окей, ребята, давайте клепайте свои трубы, которые у вас будут летать, плавать под водой. Дело это дорогое, экономика ваша будет рушиться. Начнете вторую гонку вооружений, начнете вторую холодную войну, быстрее грохнитесь. Молодцы. Хорошо, я напоминаю нашим зрителям, тем временем, что вы видите на своих экранах телефоны студии, они открыты, вы можете задать Аркадию Бабченко свой вопрос или высказать свое мнение в ходе нашего обсуждения. Но если это послание и, собственно, вот этот рассказ про вооружение был сделан для внутреннего потребителя, что должен был россиянин из этого всего услышать? Что нам ничего не угрожает? Ну, вот тут пишут российские издания о том, что выступление Путина было лучшим из всех когда-либо озвученных президент. Там все испытывают настоящий душевный подъем и веру в будущее нашей великой России. Так и есть? Это правда, да. Там, если почитать форумы, посмотреть сети, да, там действительно подъем, действительно мы опять великие, опять наши корабли бороздят просторы большого театра. Опять мы этой Америке покажем Кузькину мать. Россия милитаризованная страна, это надо понимать. И потом все-таки надо понимать, я вот каждый раз об этом говорю, мы можем над ними смеяться сколько угодно, но армия, черт возьми, они там реформируют. Армия у них действительно сильная. Действительно там по этим рейтингам, где на третьем месте, где на пятом, это действительно так. Действительно деньги в армию вливаются. Другое дело, что для Владимира Владимировича это все началось рановато, потому что окончание реформы армии намечено на 20-й год, я думаю, к 20-му году они все-таки перереформируют. И нацелено это не только на внутреннего, но и на внешнего потребителя тоже, безусловно, еще раз показать Кузькину мать. Но основной это, конечно, внутренний. Но всем нашим врагам показать, что не лезьте. Кто враг? Проклятый пиндосик тоже еще. У России два врага, проклятый пиндосик и проклятая НАТО. Больше у России врагов нет, она ни с кем никогда больше не воюет, только с пиндосами. Это можно слово в эфире говорить. Но основной это, конечно, внутренний потребитель. Величие, величие, только величие. Потому что, действительно, складывается не очень, экономика что-то не очень, яблоки давим, кокс, с коксом, конечно, замечательная история, кокс завозим, ничего нету, все плохо, уровень жизни падает, а тут бац, у нас суперновое ядерное лазерное оружие с ядерным двигателем. Да мы же офигенные. Хорошо, если рассматривать это послание как предвыборную агитацию, то неужели избирателю Владимира Владимировича так важно вооружение, ракеты, ядерная безопасность государства, а не какие-то такие более приземленные и, скажем, злободневные вещи, как-то, я не знаю, там, уровень экономики, который точно так же влияет на уровень жизни и так далее. Россия, повторюсь, сильно милитаризованная страна. Это страна, воюющая постоянно. После Второй мировой войны Россия, если я не ошибаюсь, я как читал, участвовала, если я не ошибаюсь, в 36 войнах и конфликтах. Все эти войны были войнами нападения, все это были войны за территорией своей страны. И когда я слышу песенку «Хотят ли русские войны?» спросите, вы утешены? Я каждый раз громко-громко гагачу, потому что эта страна хочет войны, она готова воевать, она мотивирована россиянам, и это действительно важно. Да, для них это нужно. Это отличный, для привыборной кампании, это отличный спич был, да, действительно, отличное выступление. Среагирует ли как-то Запад на это выступление Путина? Ну, пока реагирует не на что, пока все слова, пока, я говорю, давайте подождем, посмотрим действительно информацию, что там они сделали, что у них там получилось, что не получилось, потому что если окажется, что они действительно смогли ядерную энергетическую установку создать, это, надо признать, будет неплохое достижение, все-таки, действительно. Попытки такие были, но Россия, если она это сделала, она будет первой. Если это так, я думаю, что Запад обязан будет среагировать, да, безусловно. Это выход на новый уровень противостояния уже, да. Тем временем Минобороны Российской Федерации запустит голосование для россиян по выбору имени для новых образцов оружия. Об этом в своем официальном твиттере написало Министерство обороны Российской Федерации, цитирую, в ближайшее время на сайте Минобороны РФ будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных президентом Российской Федерации Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию Российской Федерации, говорится в сообщении. Ну, какие варианты, как думаете, появятся? Я за Суркова. Мой любимчик Сурков в этом плане. Гиви — это замечательно. Сурков предложил назвать Гиви, и я его поддерживаю просто полностью. Это... Я очень люблю качественный троллинг. Чувак умеет троллить, и новая межконтинентальная ракета, баллистическая ракета под названием Гиви — это то, что нужно. Ну, а если серьезно? Если серьезно, я не знаю. Я понятия не имею. Наверное, у них там будет что-нибудь типа, я не знаю, медвежонок, матрешечка, что-нибудь такого плана. А может быть, они пойдут по пути, как они создали свой автомобиль для спецназа и назвали его «Каратель». Тоже замечательно. Почему именно сейчас было это послание? Потому что, если я не ошибаюсь, оно должно было состояться еще в декабре 2017 года. То есть, чем ближе к выборам, тем, скажем, шире открыты уши избирателя? Ну, это предвыборный спич был, да, безусловно. И он у Путина удался, да, опять же, повторимся. Это не надо рассматривать как послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации. Это не надо так рассматривать. Это была его предвыборная программа. Можно считать, что он вступил в предвыборную гонку. Я не совсем понимаю, правда, зачем Владимиру Владимировичу это надо. Потому что в этот раз он царем станет понакатанный. Это как бы без вопросов уже, это понятно. То, что следующие 6 лет с Путиным – это 100%, а то, что и следующие 12 лет с Путиным – это процентов 95%. В этом я уверен. Но вот человеку нужно все-таки почувствовать, что, наверное, страна его поддерживает. Ну, а может, он на 1 марта захотел стране подарок сделать. День котика же. И раз мы заговорили о том, сколько еще времени будет Владимир Владимирович возглавлять Российскую Федерацию, то... Царствовать. Царствовать, да, в Российской Федерации, то вот если посмотреть на кандидатов, какой удел их ждет после того, как президентом снова выберут Путина? Как думаете? Я не могу ответить на ваш вопрос, Алина, потому что ваш вопрос, он некорректен. Некорректен. Потому что в России нет кандидатов в президенты Российской Федерации, потому что в этой фразе каждое слово – ложь. Здесь ложь – все. Во-первых, в России нет Российской Федерации. Потому что Федерация – это некая такая государственная структура, в которой субъекты Федерации пользуются некой свободой. В России ничего этого нет. В России унитарное государство, управляемое не то, что из одного центра, а одним человеком вручную. В России нет никакого президента Российской Федерации, потому что президент – это должность выборная. Владимир Владимирович, может быть, если бы в России были выборы, вполне я допускаю, что его бы и выбрали. Но факт остается фактом. В 2012 году Владимир Владимирович захватил власть. Это была силовая узурпация власти. Я был тогда в Москве, я помню, как центр был забит, насколько он был забит ОМОНом, дивизией Джержинского и внутренними войсками и так далее. То есть в России нет выборов, потому что то, что мы сейчас имеем, то, что мы сейчас наблюдаем, это не выборы. Это спецоперация по новому удержанию власти, по переназначению царя на трон. В итоге, соответственно, в России нет никаких кандидатов на выборах в президенты Российской Федерации, потому что нет ничего этого. Их ничего не ждет. Хорошо, те фамилии, которые увидят россияне 18 марта в бюллетнях, мы не будем называть их кандидатами. Мы просто скажем, те персонали, и какой их удел ждет? Как думаете дальше? Я бы им предложил выпить. У меня 18 марта день рождения. Мне кажется, это отличный повод. Никакой удел их дальше не ждет. А что, в Жириновске так и будет клоунаду свою устраивать. Явлинского так никто никуда не пустит. Ксения Анатольевна поднимет свой рейтинг. Ксения Анатольевна имеет шанс в этот раз действительно стать уже политиком. Действительно, потому что она... Ну, ее допустили, ей разрешили. Это самое главное, да. Потому что, если Навального не допускают и никогда не допустят, то Ксения Анатольевна это такой ручной кандидат. Ну, допустили по формальному признаку. В смысле, что значит по формальному? Ну, по формальному признаку она будет принимать, скажем, участие в этой процедуре. Я думаю, что я там разрешил Владимир Владимирович лично. Я думаю, там никакие формальные признаки не имеют значения. И вот Ксения Анатольевна будет расти. Действительно, тот единственный человек, кроме Путина, кто выиграет от всех этих предвыборных баталий, это будет Ксения Анатольевна. Что ее ждет? Ну, дальше будет так же работать. Может, пойдет в политику. Может, ей место какое-нибудь дадут. Может, в Госдуму возьмут или в Сенат. Допускаю. Ну, раз мы заговорили про баталии, про персоналии Ксении Собчака и господина Жириновского, то давайте посмотрим, как в России проходят президентские дебаты, собственно. Вот я должен все это сделать. Постояните, разар, а? Постояните. А принято? Счастники, что вас ведут себя приличнее, чем вы? Замолчи, замолчи, дура, замолчи. Владимир Владимирович, ну не оскорбляйте женщину. Ну, если она тупая. Владимир Владимирович, если мозгов нету. Ну, началось. Вот, видишь, вот эта идиотка, что, убери ее отсюда. Сен-Анатолий, я не имею права. Сейчас идет время, чтобы я не побоюсь. Убери эту проституцию, эту грязь отсюда убери. Я не имею права, это делает цик. Черная грязь, отвратительная баба. Как последняя? Владимир Владимирович, материться нельзя. А как иначе? Нельзя. А как иначе? Успокойтесь. Кто не дал право плескать в воду? Я не давал. Адамат. Я беру ваша, ваша... Шумасшедшая дура. Аркадий, слово вам. Ну, у меня дежавю полное, конечно. У меня абсолютное дежавю. Потому что, когда это был 96-й год или 99-й, я уж не помню, какие это были выборы. 96-й, наверное, скорее всего, все-таки. Когда Владимир Вольфович плескал апельсиновым соком Бориса Немцова. В этой стране никогда ничего не меняется. Эта страна зациклилась. Она ходит по одному и тому же кругу. Вот один и тот же человек. На все тех же самых несчастных президентских выборах. Плещется. Ну, сейчас не он плеснул, а в него плеснули. То есть, вода летает туда-сюда. Зря им соку не принесли. Мне кажется, этот перформанс был бы тогда гораздо более органичен. Потому что я перфекционист. Я люблю, чтобы все было органично. Но у Ксении Анатольевны есть главное качество. Все, к чему она не прикасается, превращается в шоу и в Дом-2. В этом плане, действительно, это интересно. Это интересные дебаты с этой точки зрения смотреть. С точки зрения зрелищности? С точки зрения зрелищности. Больше у них нет никакого смысла. А содержательный компонент где здесь? Его нет, да? Не может здесь быть содержательной компанией, потому что царем будет Путин. В любом случае. Вы можете говорить все, что угодно. Можете плескать друг друга всем, чем хотите. Можете называть друг друга как угодно. Царем будет Путин. 18 марта 2018 года мне сделают опять очередной подарок на мой день рождения. Мне опять подарят Путина. Это как бы вообще не обсуждается. Все, что они будут говорить, содержательно. Но, пожалуйста, я всегда говорил, что эти выборы не имеют никакого значения. Что все будет решаться только на улицах. Я всегда всех звал... Как же хорошо жить в свободной стране и говорить то, что ты думаешь. Потому что в Москве я этого сказать не могу. Да я всегда всех звал на улицы. Я всегда всех звал на баррикады. За что меня обзывали провокатором и человеком, который желает крови. Как бы другая точка зрения участия во всем этом фарсе была в том, что нам дадут доступ к телевидению, и мы сможем до зрителя, до электората донести наши мысли, то, что мы думаем. В итоге все превращается в то, что мы видели, в плескание водой и ругань. Содержательности здесь нет никакой и быть не может. Еще один месседж, который сегодня озвучил президент России Владимир Путин, что автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив откроется уже через несколько месяцев. Собственно, об этом он сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. Мы к этой теме вернемся. Сразу после того, как мы услышим звонок, нам звонят наши зрители. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер. У меня вопрос к Аркадию. Скажите, пожалуйста, Аркадий, насколько мир признает Легитимен Путина с организацией выборов в оккупированном Крыму? Спасибо за ответ. Насколько будет легитимен Путин с организацией выборов в Крыму, я правильно понял? У меня уха сегодня нет. Я надеюсь, что я правильно расслышал. Я тоже расслышала именно так. Путин будет нелегитимен в принципе, повторяюсь, 25-й раз. Хоть с Крымом, хоть без Крыма. Потому что это не выбор, это узурпация власти. Я не знаю, зачем он валяет дурака. Я не понимаю, почему бы ему не изменить Конституцию, не вести монархию. Его бы точно так же на пожизненное с радостью эта страна избрала бы. Его реальный рейтинг процентов 55-60. Это его действительно реальный рейтинг. Большинство его поддерживает. Другое дело, будет ли эти выборы признавать Запад? Будет ли Запад считать руководителя этой страны легитимным? Будет. Будет. Признает. Безусловно признает. Безусловно будет считать легитимным. Потому что все-таки страна, которая бряцает таким оружием, говорит, мы создали нового сатану, создали ядерный двигатель. Там с кем-то надо разговаривать. Этот кто-то, этот Владимир Владимирович Путин. Признают, его, конечно, признавать будут. Но при всем при этом блокада, санкции, выжимание отовсюду, и, знаете, такое мелкое подсыпание кнопок на стул и показывание фиг, оно, безусловно, продолжится. Мы заговорили про Крым и закончили перед нашим звонком на словах Владимира Путина о том, что через несколько месяцев по Крымскому мосту, который соединяет Крым и материковую, пока еще не соединяет, судя по всему, но должен соединить Крым и материковую Россию, откроются автомобильные движения. Если я не ошибаюсь, то Путин обещал приехать голосовать на выборах в Крым, на территорию анонсированного полуострова, и приехать там чуть ли не по этому Крымскому мосту. Чего ж не поторопился и не закончил это строительство до 18 марта, как считается? Ну, не успевают, сложные условия строительства, я не знаю, что они китайцев не наняли, китайцы бы им построили за два месяца, но мост они построят, я уверен в этом, мост они построят, в Крым они будут вкладывать деньги, безусловно, из Крыма они будут делать новую конфетку по типу того, что делали в Грозный. Построенный мост действительно даст экономический подъем в Крыму, потому что суть туризма в Крыму, это вот люди с Краснодара, с Севастополя, которые туда ехали, просто было близко, сейчас им это делать неудобно, они ездить туда перестали, но как мост построят, поедут. И это они сделают. Сколько мост простоит, не знаю, это мы посмотрим, но построят, откроют, деньги туда вливать будут, здесь я им верю. Такие проекты, такая империя, такие масштабные проекты, типа БАМа, Крымского моста, что там у нас еще было, Дни прогресса, они это делать умеют, это правда. Конечно, мы не можем не вспомнить о том, что завтра, в пятницу, 2 марта, бывший президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС. В пресс-анонсе говорится о том, что Виктор Янукович расскажет про новое доказательство касательно представителей власти украинской к расстрелам протестующих на Майдане и процессы, инициированные киевской властью. Как считаете, почему Виктор Янукович собирает пресс-конференцию 2 марта? У вас вчера только нынешний президент давал пресс-конференцию и два часа общался с прессой. Что хочет сказать Янукович в Москве? Ни малейшего представления. Я не знаю, я украинскую политику не комментирую, я не гражданин этой страны, во-первых. Во-вторых, Виктор Федорович мне не интересен сейчас от слова совсем, я не слежу, как он там живет, что он там делает, что он хочет сказать. Мне это совершенно не важно. Единственное, что имеет смысл, это уголовное дело по расследованию событий на Майдане. Там он что-то, по-моему, уже говорил, или не говорил, или будет говорить. Вот это действительно имеет смысл. Все остальное, Виктор Федорович, это, по-моему, вытереть, выкинуть и забыть. Человек остался в прошлом и не интересен уже от слова совсем. Возвращаясь к теме, с которой мы начали, о том, что мы говорили непосредственно о послании Владимира Владимировича Путина сегодня и о вооружении, которое он так рекламировал. В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении, а вот об этом сообщает непосредственно представитель американского оборонного ведомства, Данна Уайт. Ну, не удивлены, а если дальше эта тема будет лоббироваться Россией, будут удивлены, как вы думаете? — Пока удивляться нечем, мы подождем информации. Если у Пентагона есть какая-то новая информация, они говорят, что не удивлены. Что они там создали? Что они там сделали? Потому что удивляться Сармату, там удивляться нечего. Они его разрабатывали, начали разрабатывать, я не помню, с 2000 года, с 2003 года. Это просто обычная замена сатане, которая производилась в Украине, сейчас просто нужно было создать точно такую же ракету, исключительно из-за российских комплектующих, вот они создали. Это все в технологии XX века, ничего нового там нет, удивляться там нечему. По остальным видам вооружения там пока конкретного ничего не было сказано, кроме показа компьютерной 3D-графики и слов Владимира Владимировича. Но опять же, повторюсь, этих слов было уже столько, что и про ПАКФА, и про черную акулу, и про Армату, и про Булаву, что-то там не летает совсем, что-то летает ездить наполовину, что-то так до ума не доведено. Посмотрим. Здесь надо смотреть на реальную информацию, как реально обстоят дела. Сейчас пока нечего сказать. Спасибо большое за разговор, за визит в нашу студию сегодня Аркадий Бабченко, писатель и журналист, был гостем этого эфирного часа. Через 5 минут прямой эфир телеканала АТР продолжит прайм Мацарский. Мы встретимся с вами завтра. Я желаю вам только хороших новостей. И оставайтесь с АТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова